Итак, что еще меня удивляет в Германии? В Германии меня удивляет эта продолжительность жизни. Недавно я прочитала статью, и немцы любят всякую статистику, и именно в этой статье рассказывали, от чего умирают немцы и сколько они живут. Так вот, в 2015 году умерло 925 тысяч немцев. Притом, половина женщин и четверть мужчин, которые умерли, они были старше 85 лет. И 40% были старше 65 лет. То есть, большинство умерших это было старое население. Ну, старое, пожилые люди. Как мы видим, женщины все-таки живут здесь дольше, чем мужчины. Значит, от чего немцы умирают? 40% умерших, и это на первом месте причина, от сердечно-сосудистых заболеваний. При том, что 92% из тех людей, которые умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, это люди, которые старше 62 лет. На втором месте это рак. При том, у мужчин это рак органов пищеварения и органов дыхания. У женщин это тоже пищеварение и молочные железы. Вот, и этот пункт меня так заставил задуматься. В принципе, с такой медициной, как бы, обследование должно проходиться, может быть, чаще. Ну, хотя, люди-то везде одинаковые и идут уже, когда петух в голову клюнет или рак на горе свистнет. Ну, в общем, на втором месте это рак. И на третьем месте, как ни странно, на третьем месте эта причина была самоубийством. То есть 11 тысяч человек из всей этой массы покончила жизнь самоубийством. Из них всего четверть это женщины и 75% это мужчины. Кстати, как говорит статистика, в 2015 году умерло на 6,5% больше населения, чем в 2014 году. А так как по той же статистике умирают в основном люди, которые старше 65 лет, то есть пожилое население, и, как видно, прироста населения нет. Со временем те пенсионеры, ну, те люди, которые сейчас работают, устанут пенсионерами, им, ну, их просто некому будет обеспечивать, я так думаю. В общем, меня эта статья удивила. С одной стороны, порадовала, потому как срок жизни здесь большой, а с другой стороны, ну, заставила задуматься. Продолжая тему пожилых людей, нельзя отметить, что меня удивляют здесь и сами пожилые люди. Во-первых, они очень хорошо выглядят. Они подтянутые, стройные. Большинство из них на своих ногах. Ну, у кого есть проблемы, то есть специальные тележки, на которые они опираются, когда ходят. Либо ездят в креслах, либо их возит человек, который, ну, помогает им передвигаться. Но в любом случае они живут очень активной жизнью. Они занимаются спортом, они ездят, путешествуют. Они сидят в кафе. Здесь проходишь, вот мимо кафе, я постоянно замечаю такую тенденцию, что молодёжи в кафе очень мало. Она в основном работает. В кафе сидят бабушки, дедушки с внуками, бабушки-старушки-подружки, которые весело обсуждают что-то, кушают круассаны или булочки, или что-нибудь печёное с кофе, с чайком. Весело друг друга обнимают, идут покупают цветочки и бодреньким шагом направляются домой по каким-то своим делам. В общем, люди не сидят дома. Они общаются, они живут той жизнью, которой они могут жить. И это так радует. Дать должное здесь пожилые люди, они выглядят очень хорошо. Бабушки все с прическами. Да, это может быть коротенькие стрижки, но они все накрученные. И, кстати, хочу отметить, что нет, ну, я, может быть, я не обращала внимания, но очень мало крашеных бабушек. Как бы седина, она есть седина, она подстриженная, красиво уложенная, вот, но все же это седые люди. Бабушки, дедушки, они все с добрым выражением лица. Возможно, ну, мне так кажется, не знаю, но я сравниваю только с Украиной. У нас люди, они более такие насупленные, они погруженные в свои мысли. Надо думать, где взять денег на лекарства, на коммуналку, как дожить до конца месяца. Возможно, потому что здесь люди об этом не думают, им не надо об этом думать. За них уже подумало государство, поэтому они более благосклонны, не знаю, более рады. У них дольше продолжительность жизни за счет спокойствия и, в общем-то, ухода. Поэтому, да, пожилые люди — это то, что меня очень приятно удивляет в Германии.